Минувшая ночь, невзирая на существующий запрет, один из алматинских ресторанов в центре города открыл двери для посетителей. Однако вдоволь погулять группе молодых людей не удалось. В самый разгар веселья нагрянула полиция. Что было дальше, расскажет Рамина Мерзалимова. В этот ресторан, который работал вопреки всем запретам из-за действия карантина, полицейские наведались в самый разгар вечеринки. Реакция предсказуемая. Участники застолья прячут лица и хранят молчание. От приподнятого настроения не осталось и следа. Администратору заведения тоже не до веселья. С момента ведения карантина в Акимате Бостандыкского района была сформирована мобильная группа. В ее состав входят сотрудники Бостандыкского Акимата, прокуратура и управление местной полицейской службой. Сейчас ведется активная работа. Как выяснилось, по проспекту Абая-26 работал ресторан «Мята». В отношении владельца составили административный протокол. Сам ресторан закрыли. Всех нарушителей режима чрезвычайного положения прямиком доставили в ближайшее управление полиции. Вместо задушевной беседы за барной стойкой состоялся неприятный разговор в кабинете дознавателя. Теперь в лучшем случае штраф в худшем изоляции, но уже, разумеется, не домашнее. К сожалению, факты свидетельствуют о том, что не все граждане осознают серьезность сложившейся ситуации и новейшей угрозы. И все равно продолжают пребывать на улице и продолжают осуществлять свою трудовую деятельность. Такие факты будут пересекаться на корню. Минимум наказания составляет штраф в размере 10-ти месячных расчетных показателей. Максимум это арест до 15 суток. Застолья во время карантина, как правило, проходят в условиях глубокой конспирации, без музыки и при тусклом свете. Однако такие уловки срабатывают не всегда. Это значит, что желая поразвлечься в ресторане, можно запросто оказаться в тесной камере для адмонарушителей. Рамина Мирзалимова, Арсен Сандыбаев, Мейрами Сабеков, Телеканал Алматы.